Деньги на дожде В ТАМ-8 начинается экономический форум, традиционный ежегодный, в центре внимания которого в этот раз развивающиеся страны, в том числе и России. И, наконец, американский исполнитель в жанре хип-хоп Уилл А.М. стал креативным директором корпорации Intel. Собственно, последняя новость невеселая сегодняшнего дня. Ну, собственно, вчера еще обвалилась крыша в петербургском гипермаркете ОК. Сегодня акции компании валятся на лондонской бирже, теряют более 6%. Сеть объявила о закрытии всех гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Ну, вот, собственно, на неопределенный срок. А это Деньги на дожде. Барак Обама начинает перестройку в США. Обращаясь вчера с посланием, по сути, к Федеральному собранию, Обама выступал в Конгрессе. Собственно, он рассказал, что сейчас его поколение столкнулось с тем же вызовом, с которым американцы столкнулись более 50 лет назад, когда в 1957 году Советы запустили в космос спутник. Собственно, Обама говорит, что сейчас Америке нужно тогда, на 50-е, 60-е Соединенные Штаты вложили гигантские средства в развитие науки и технологий, догнали и перегнали Советский Союз. Сейчас им надо сделать аналогичное усилие, чтобы не отстать от Китая, Индии и других быстро растущих экономик. О чем говорят уже инвестиционные банкиры по всему миру, собственно, о том, что в перспективе китайская экономика, например, обгонит американскую, собственно, уже при нашей жизни. И о чем еще говорит Барак Обама? Он говорит о некоторых таких количественных показателях, которых надлежит добиться Америке к 2025 году. 80% энергии, которую потребляют Соединенные Штаты, должна составлять чистая электроэнергия. Кроме того, тогда же 80% жителей США должны иметь доступ к скоростным железным дорогам. А, собственно, уже через 5 лет, если ошибаюсь, 98% американцев должны иметь доступ к высокоскоростному интернету. Ну, собственно, вот это речь идет, вероятно, о технологиях четвертого поколения, технологиях 4G. Это как раз задача представляется очевидно выполнимой. Но, собственно, Обама говорит не только об этом. Он отмечает, например, такие проблемы, как запутанное налоговое законодательство США и необходимость изменения налогового администрирования. Он говорит о том, что сейчас крупные многие американские компании, они разными способами, используя разные схемы юридические, уклоняются от уплаты корпоративных налогов, в то время как все прочие компании несут на себе бремя высоких корпоративных налогов. Обама призвал модернизировать американское законодательство, сделать его простым, понятным и, так сказать, гладким, чтобы все платили нормальные налоги среднего уровня. И, собственно, вот это и некоторые другие меры позволят американскому бюджету сэкономить, по подсчетам Обамы, около 200 миллиардов за 5 лет. Ну, кроме того, Америка откажется от любых льгот для нефтяных компаний. И Обама еще призвал сократить льготы для наиболее богатых американцев. И, что, собственно, в этой связи любопытно, то, о чем говорит Обама, очень похоже на то, что говорил не в этом, а в предыдущем послании Федеральному собранию Дмитрий Медведев. Тот тоже говорил о том, что России необходимо переходить на инновационный путь развития. Собственно, это прямо то же самое, о чем говорила Обама. Также говорил Медведев о модернизации налогового законодательства. И, собственно, о том, какие последствия будут иметь предлагаемые Барком Обамы меры. О том, насколько схожа его программа с тем, о чем говорил российский президент Дмитрий Медведев. Мы поговорим с главным редактором журнала «Форс» Максимом Кошелинским. Максим, слышите нас? Да, слышу. Добрый вечер. Здравствуйте, Максим. И вот насколько, на Ваш взгляд, действительно можно говорить о сходстве программы, изложенной Бараком Обама, с тем, о чем говорил Дмитрий Медведев ранее в послании Федеральному собранию? Ну, как Вы правильно заметили, послание Обамы к Конгрессу США действительно чем-то напомнило послание президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию Российской Федерации. Не прошлогоднему, а позапрошлогоднему. Прошлогоднее послание Медведева было довольно мало содержательным и мало что объясняло бизнесу. Но позапрошлое было очень таким оптимистичным и действительно там речь шла большая часть об экономике, как и в послании Обамы на этот раз. Но вот что я отметил, несколько больших различий. Во-первых, когда Обама говорит о будущем Америки, о будущем экономики, он не боится сравнивать свою страну с другими странами. Он дает четкие ориентиры. Да, есть Китай, да, есть Индия. Они очень быстро наращивают свою инновационную мощь. И Обама прямо говорит, что мы должны успевать за ними, чтобы их опережать, чтобы сохранять первое место в мире. Во-вторых, Обама более конкретен. Вот вы упомянули сейчас несколько цифр. В частности, про то, что через 5 лет, например, 98% населения Америки должны получить доступ к высокоскоростному беспроводному интернету. Обратите внимание, дается четкий ориентир 5 лет и дается четкий процент. Не почти все, а 98%. Это тоже одна довольно важная деталь. И третья важная деталь – он не боится произносить название компании. А он произносил какие-то названия? Он говорил о Фейсбуке, он говорил о Гугле. В том смысле, что это национальное достояние. И это тоже очень сильный такой сигнал бизнесу. И, как мы видим, как мы видим по комментариям, бизнес, в принципе, воспринял речь Обама очень положительно. Хотя он, по большому счету, не обещал никаких серьезных повлажек. Ну да, вот упорядочить налоговые законодательства и так далее. Но, в целом, это вот искусство политики, искусство произнесения речей и искусство обещаний, которое вселяет надежду в американские компании и в бизнес в целом. Спасибо. С нами был Максим Кашилинский, главный редактор журнала Forbes. Максим комментировал послание Барака Обамы, которое он произносил в Конгрессе. Собственно, послание, в котором президент США заговорил о необходимости перестройки в США с тем, чтобы повернуть страну на инновационный путь развития. Фактически, в некотором роде, повторив те же тезисы, что и Дмитрий Медведев два года назад. Собственно, это первое посткризисное послание Барака Обамы в федеральному собранию. Собственно, и посмотрим, как кризис изменил Америку, что изменилось количественно и качественно. Блоги. Настоящим хитом в экономических блогах стал материал в бостонском журнале The Atlantic под названием «Как рецессия изменила нас». В ней наглядно продемонстрировано, как изменилась жизнь обычного американца и страны в целом с декабря 2007 года, когда официально началась рецессия и до сегодняшнего дня. Итак, повседневные расходы снизились на треть до 60 долларов. Количество статей в газете New York Times, где встречается слово «неопределенно», выросло на 40%. Более чем в полтора раза увеличился объем налогов, собранных с продажа огнестрельного оружия. Каждый четвертый молодой человек в возрасте до 29 лет вернулся жить в родительский дом, а количество американцев, живущих за чертой бедности, выросло на 10 миллионов до 43 миллионов человек. Уровень безработицы вырос более чем в два раза до почти 10%, а доля безработных, которые не могут трудоустроиться более полугода, подскочила с 18 до 42%. Число домов, отобранных у их владельцев из-за невозможности выплатить ипотеку, увеличилось почти в два раза до 2 миллионов. Количество обанкротившихся банков подскочило в 12 раз до более чем 300. Крупнейший онлайн-аукцион eBay потерял около 10 миллиардов долларов или четверти своей рыночной капитализации, и тем временем капитализация магазинов под вывеской «все за доллар» удвоилась и превысила миллиард. Число штатов, не способных выполнить запланированный бюджет, взлетело с 1 до 48, а дефицит федерального бюджета увеличился в 8 раз до 1,3 триллиона долларов или 8% ВВП. Штат федеральных служащих расширился на 13%, активы федеральной резервной системы увеличились в 3 раза до 2,3 триллиона долларов. Наконец, доля американцев, положительно отзывающихся о Саре Пейлин, удвоилась и составила 40%. В то же время рейтинг одобрения действий президента Обамы упал на треть до 45%. Блоги. Сегодняшний день на рынках, на европейских рынках, проходил в зеленой зоне. Надо сказать, что евро росло к доллару, доллар падал. С чем это связано? Вчера проходил первый аукцион Европейского фонда финансовой стабилизации. Это, собственно, организация, которая привлекает деньги на спасение европейских экономик. Аукцион прошел необычайно успешно, спрос превысил предложение порядка 9 раз. Ну и, собственно, доходности бумаг оказались ниже ожиданий. Курс евро находится на локальных максимумах, составляет 1,37 к доллару США. Собственно, он уверенно вернулся в прошлый год. На российском рынке происходит тоже рост. Растет цена на нефть. И сегодня рынок прибавил примерно 1%. Собственно, было сегодня два хита. Это «Газпром», который прибавил 3%, около 3%. Это связывает с техническими причинами. «Газпром» был перепродан и сейчас отыграл свое падение. И компания ФСК, федеральная сетевая компания, структура которой принадлежат все электропровода в стране, выросла на... и выросли ее акции на 5% на обещаниях о том, что ФСК пройдет листинг на лондонской фондовой бирже уже в первом квартале этого года. Это, собственно, вызвало такой перелив энтузиазма. И скупку все ожидают, что акции будут расти. Собственно, еще сегодня поступили новости о двух IPO. Прежде всего, хотелось сказать об IPO компании «Глинкор», которую патронирует вот этот человек, Натан Ротшильд, собственно, наследник династии Ротшильдов. Что такое «Глинкор»? «Глинкор» – крупнейшая торговая трейдинговая структура в мире. Она торгует широчайшим спектром товаров, нефтью, металлами и так далее. Такие структуры, как «Глинкор», традиционно закрыты. Они не публикуют, ну, стараются не публиковать информацию о своей деятельности, не общаются с прессой, ничего такого. Сейчас «Глинкор» открывается, готовится к IPO. IPO пройдет в середине этого года на двух площадках – в Лондоне и в Гонконге. В Гонконге примерно 10 миллиардов долларов собирается привлечь «Глинкор», но самая главная компания станет публичной компанией. А у Натана Ротшильда на нее большие планы. Ротшильд считает, что «Глинкор» может стать одной из крупнейших горно-металлургических компаний в мире. «Глинкор» уже сейчас принадлежит треть швейцарской компании «Экстрата». Ну, конечно, даже полное поглощение «Экстрата» не сделает из «Глинкор» крупнейшей горно-металлургической компании мира или одной из крупнейших. Но после того, как «Глинкор» станет публичной компанией, выручит довольно неплохие деньги, так сказать, кэшем, и самое главное – получит рыночную оценку, она будет готова к дальнейшим слияниям и поглощениям, будет наращивать, собственно, свои активы в горно-металлургии. Кто это будет, неизвестно. Но единственное, что можно сказать, что в России Натан Ротшильд известен как председатель, если не ошибаюсь, Совета директоров, ну, как партнер Олега Дерипаски. Собственно, он и акционер, русал, он купил у Аксипа на 100 миллионов и входит в Советы директоров многочисленных структур, собственно, российского олигарха. А это деньги на дожде. Главная, пожалуй, новость сегодняшнего дня, новость, которая еще не случилась. Сегодня в Давосе открывается ежегодный международный экономический форум, который, как считается, самый представительный в мире. Собственно, главное так, ну, не главное, но одна из главных агентов этого года, ну, то есть событий, это то, что необычайно высоко представительство развивающихся стран, от них приехало более 350 топ-менеджеров, это рекорд, вот, мирового экономического форума в Давосе, абсолютно. И это, как считают многочисленные комментаторы, отражает рост роли развивающихся стран в мировой экономике. Как, собственно, говорил еще до начала кризиса бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, центр силы смещается на восток. И, собственно, уже сейчас, например, если поанализировать сделки, вот это, собственно, исследование прайс-фетерхаус Куперс, ежегодный опрос менеджеров, который они выпустили к форуму в Давосе, и, собственно, это исследование показывает, что, в принципе, в хорошем настроении бизнесмены приехали в Швейцарию, уровень оптимизма достаточно высок, по сути, он вернулся на докризисные уровни, все, собственно, ожидают роста прибыли, собственно, у всех дела идут хорошо, можно сказать, отлично. Единственный, пожалуй, минус, это то, что еще один опрос, который перед швейцарским форумом провело агентство Блумберг, он показал, что инвесторы, мягко говоря, сомневаются в безоблачном будущем единой европейской валюты. Большинство опрошенных Блумбергов-специалистов говорят, что, по крайней мере, одна из стран, их, по-моему, 16, которые входят в зону евро, выпадет из этой зоны, причем значительная часть инвесторов считает, что это произойдет уже в этом, в 2011 году. То есть, понятно, кто является слабым звеном. Это Греция, которую, собственно, выкупали, спасали от банкротства. Это Ирландия. И это, может быть, Португалия. Кстати, никто не сомневается в том, что в Испании все будет нормально. А вот одна из этих стран может уже в этом году выйти из зоны евро. Ну, или сама, или же ее попросят. Ну, и, очевидно, по ее новых стран зоны евро временно откладывается, конечно же, на фоне таких проблем. А это деньги на дожде. Собственно, новость, которая поступила вчера ночью, в некотором роде она, конечно, поражает воображение. Уил А.М. лидера хип-хоп группы Black Eyed Peas получил, на мой взгляд, очень неожиданное назначение. И он, вот, собственно, вот он сам, вот этот замечательный человек. Соответственно, с вчерашнего дня это креативный директор корпорации Intel, который будет участвовать в разработке планшетников, которые собирается делать Intel, и, собственно, других прикладных товаров. Ну, вот, собственно, у него богатый опыт, конечно, использования цифровых технологий, как видите. Собственно, теперь ему предстоит заниматься этим профессионально. Надо сказать, что это не первый певец, который стал бизнесменом. Леди Гага стала креативным же директором компании Polaroid. Ну, вот, собственно, тогда говорили о том, что Polaroid пошла на это. Нет хорошей жизни, у компании, естественно, падают продажи. И, собственно, вот такой экстравагантный ход мог бы, возможно, как-то ее там, так сказать, вытащить из непростого положения. Ну, у Intel, конечно, совершенно другая ситуация. Intel – компания, которая уверена, стоит на двух ногах. И будет, конечно, очень интересно увидеть, чего добьется у Will.Am в этой крупной корпорации. Есть такой опыт и в России. В прошлом году Евросеть назначил Ивана Ахлобыстину, такого деятеля культуры, своим креативным директором. Собственно, Иван Ахлобыстин тогда же в интервью Маркеру поделил своими планами. Вот вы видите два телефона, которые он разработал для Евросети. И предыдущий назывался «Пи». Этот телефон, значит, по замыслу Ахлобыстина, если нажать кнопочку, то из него выпадает розетка. И телефон можно вот прям, ну, не розетка, а вилка. И телефон можно вот так втыкать в розетку. Вот такая, как бы, неординарная идея. Вот этот телефон, вот видите, у него торчит вилка. Так, видите, его втыкаете без всяких переходников в розетку. Замечательно. Второй телефон Никола Тесла назван в честь, так сказать, великого и, по всей видимости, неуравновешенного физика сербского. Значит, и такой тоже довольно экстравагантный телефон, как объяснял Ахлобыстин. Он весь такой будет прозрачный, прозрачный. А, значит, вокруг аккумулятора будут бегать такие неоновые огоньки. Вот. Ну, так сказать, для эксцентричных людей, вот он, собственно, объяснял, придумал этот телефон. А у нас, если я не ошибаюсь, на связи глава Еврости Александр Малис. И мы, собственно, хотели у него спросить. Александр, вы слышите нас? Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. А как, на ваш взгляд, собственно, насколько полезным будет для корпорации Intel привлечение, ну, такой иконы хип-хопа, как VLA-M? Действительно ли он поможет компании разработать какие-то приборы, или это маркетинговый ход? Он, что иконой чего-либо человек не становится просто так, если он не чувствует очень тонко аудиторию. А если он очень тонко чувствует, что нужно людям, то, конечно, он понимает и какие вещи, и какие приборы они хотят иметь. Поэтому я думаю, что это абсолютно не имиджевый ход. А скажите, а вероятно, вы руководствовались той же логикой, назначая креативным директором Еврости Ивана Ахлобыстина? Вот он проработал у вас уже первые месяцы. Довольны ли вы этим назначением? Да, очень довольны. И надо отметить очень многим инженерам крупнейших корпораций, он поставил гигантское количество задач, над которыми они теперь думают. А скажите, нам действительно ждать телефонов линейки P, собственно, со штепселем, а также экстравагантного телефона Николая Тесла? Такие конкретно телефоны пойдут в серию, а такие нет. Это так быстро не решается. Срок жизни разработки, он больше года, особенно на такие революционные модели. Но я уверен, что часть из них попадет в серию. То есть и нам ждать или P, или Тесла в конце этого, в начале следующего года? Либо P, либо Тесла, либо есть еще некоторое количество идей. И что из них мы увидим в магазине, ну, посмотрим. Спасибо огромное. С нами был глава компании Евросеть Александр Малис. Собственно, и, пожалуй, последняя новость на сегодня. Банк Москвы потеряет руководителя Александра Бородина. Вероятно, уже в пятницу совет уйдет из банка. Вероятно, уже в пятницу совет директоров примет соответствующее решение. А 21 февраля его утвердит собрание акционеров Банка Москвы. Ну, на этом, пожалуй, все. Это были «Деньги на дожде». С вами был Иванов Игорь. До свидания. Пока. «Деньги на дожде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова